Появились кадры, как украинский танк Леопард 2А6, дает прикурить двум российским танкам. Наш Леопард, в одиночку вступил в танковый бой с двумя российскими машинами. Сзади него был лишь легкий бронетранспортер, который никак не мог поддержать огнем. Тем не менее, Леопард с первого же выстрела подбил одну из российских машин. Причем, расстояние было не менее полутора километров. При попадании в российский танк, поднялось большое облако огня и дыма. Спустя момент появилась российская техника, которая подбитой начала уходить от огня. Испугался и второй российский танк, который, поджав хвост, начал убегать от Леопарда ВСУ. К сожалению, у вражеской машины при попадании не сдетонировал боекомплект, однако техника получила критические повреждения, из ее люков валил дым. Похоже, что это были два российских танка Т-80БВ. Сейчас многие делают предположение, каким образом российский танк после прямого попадания смог продолжить движение. Некоторые говорят, что кумулятивная струя могла пройти насквозь, однако не боекомплект, не жизненно важные системы танка, повреждены не были. В то же время участь экипажа этого российского танка, может быть незавидной. Ведь механик-водитель мог продолжать движение, даже если остальной экипаж отбросил коньки. Но как минимум можно рассчитывать, что танкисты были контужены. В любом случае, Леопард побеждает в прямых танковых боестолкновениях. А подрывы на минах или же поражения вражескими беспилотниками, а также артиллерии, здесь учитывать не надо. В танковом бою россияне конкретно проигрывают, ведь у них как хуже оптика, так и точность, с которой они могут попадать.